Я считаю, что мы все делали своевременно и делаем своевременно. Но, конечно, этому предшествует большой опыт или приобретенный опыт наши прошлые года. Создан штаб заранее, зная и предупреждены были об ухудшении погодных условий, поэтому штаб создан вовремя, расписаны все задачи по подразделениям нашим, службам, департаментам, управления. Все знают свои задачи. Это первое. Второе, что хочу сказать, мы смогли сконцентрировать наши усилия и в обеспечении всем необходимым горюще-смазочными материалами, техникой. То есть все вопросы учтены. Палатки обогрева установлены своевременно. То есть я считаю, что работа подготовительная проведена вовремя. И сегодня мне сложно оценивать или, наверное, нескромно будет оценивать свою работу, работу наших подразделений. Я думаю, оценку нам дадут Одессит. Город работает, Одессит это видит. Транспорт общественный ходит, обеспечены все магазины хлебом. Одесса живет спокойной, размеренной жизнью. Мы готовы ко второму раунду, если так можно сказать. Первый был вчера. Сегодня с 11 часов ухудшение погоды. И вот обильный снег будет до завтрашнего дня. Потом маленький перерыв. Морозы сохранятся. Мы готовы. По тому, какое состояние дорог, мы будем регулировать проезд транспорта, большегрузного транспорта к нашим объектам. И не к нашим объектам, а к объектам, ну, например, Одесский торговый морской порт. Как только мы увидим, что снег начнутся в городе пробки, пойдет снег, обильный снегопад, конечно, мы остановим до расчистки. И будем регулировать. Может, это будет в ночное время, может, будет в раннее утро. Но я считаю, что абсолютно правильный мир. Но я сегодня на нашем штабном совещании сказал, поблагодарил одесситов за понимание и поддержку. Именно понимание того, что городским службам нужно дать возможность отработать наши улицы, отработать дороги. А для этого техника должна работать, когда меньше машин. И с каждым годом понимание все возрастает. Поэтому вот сегодня результат говорит сам за себя. Чистые, убранные улицы, люди не выехали, люди помогли нам. Я очень благодарен одесситам за взаимопонимание.